Моя Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйхан. Итак, сегодня я буду говорить на тему «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Ну, это как добавление. А если еще, может быть, уточнить, то вот как в последней песне пелось, «Боже, сделай сердце мое мягкое». Удивительно, просто удивительно, как оно вот это вот все, понимаете? И они поют, о чем я хочу говорить. Витя говорит, я тоже там некоторые слова из Писания, я повторю, тоже буду принимать. Удивительно, Бог хочет что-то сказать. Я верю, что, знаете, даже вот такой инструмент несовершенный, как я, значит, Бог, Он силен, использовал для того, чтобы что-то до вас донести. Вы согласны с этим? Я не кокетничаю, друзья, честно говорю, я не кокетничаю, я не высокого мнения там о себе, понимаете. Я просто понимаю, что если ты отдаешь себе в руки Бога, Он что-то доскажет в жизнь каждого. Даже тому, кто знает больше меня. И Писание, и Бог, Он все равно что-то скажет. Аминь. Начать, знаете, с чего я хочу? Бог любит слово. Вы знаете, я даже сейчас говорю не о слове Божьем, я просто говорю о слове человеческом. Бог любит слово, как, ну, Он, да, Он подарил нам слово, как инструмент и межличностного общения, и общения с Ним. Он дал возможность этим словом творить, да? И прекрасные поэтические, художественные произведения, и научные труды, которые, ну, все это может пережить тысячелетия, мы знаем. И, значит, влюбленным можно говорить о своих чувствах, мамам петь колыбельные песни, учителям учить, проповедникам нести Евангелие всем народам, верующим, что? Молиться, да? И уповать на обетование данной нам слове. И даже человеческое слово Бог наделил огромным влиянием на нашу жизнь и жизнь окружающих. Автор притч говорит, иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых что делает? Врачует. Словом можно уврачевать ситуацию, сердце, вот, значит, душу. Ишо учил, что в день суда люди дадут ответ на всякое, за всякое праздное слово. Ибо, говорил он, от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Вау, да? Это что такое? Это я говорю, да? А там пишется. Да, друзья, там напишется, напишется. За каждое, кто-то пишет всякое праздное слово, понимаете, которое, вот, не по делу, да, сказанное о Боге, о братьях и сестрах, об общине, там, пастырях, там, я не знаю, о правительстве, там, еще. Пишет, напомнит. Господи помилуй. В другом месте, конкретно, в притчах 18-21, зависимость нашей жизни от слова определена так. Жизнь и смерть во власти языка. Аминь. В современном переводе одном я написал, я читал, там так они перевели. Ну, это такое, можно сказать, другое значение, как скрытое значение, да? Скажешь хорошее, сбудется, да? Скажешь плохое, что? Оно тоже сбудется. Жизнь и смерть во власти языка. Наблюдай не только, как слышишь, но и как говоришь. И вот Виктор говорил, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательством, а благословляйте. Да? Благословляйте. Интересно, вы к этому призваны? Друзья, вот наберите в программе My Bible призваны, и вы вдруг увидите, вы прозреете о призвании вообще-то. Потому что кто-то думает, так, я евангелист, племена, народы, да, там, я ту-ту-ту, туда, там, я там, кто? Пророк, там, или еще там что-то. А когда вы увидите, к чему мы призваны, друзья, прозреете, ну, наберите, вот, My Bible, я надеюсь, многие пользуются, найдете, найдете там. Призваны, зачем? Там интересно, чтобы наследовать благословение. Оказывается, если мы благословляем, мы не только не нарушаем заповедь, мы наследуем благословение. Благословение, оно как бы накрывает нас. То есть ты там, благословение, и все, и накрыло тебя. И ты какой благословенный, благословенная, да? Вот, потому что ты благословляешь. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни еще, добрые дни, оказывается, еще и добрые дни, если мы будем, если наш язык будет врачевать, да, если он будет благословлять, еще и добрые дни. Мало того, чтобы благословение некие, Господь усмотрит, какие придут, так еще и добрые дни у нас будут. Друзья, ну, я думаю, что стоит, вот стоит, просто стоит наблюдать за своим языком. Аминь? Начнем с меня. Я тоже буду наблюдать. Не думайте, что я лучше вас. Вот. Иногда жена мне говорит кое-что. Поэтому я очень благодарен Богу. Говорит, я не ругаюсь. Вот честно, вот когда она говорит, не ругаюсь, потому что я понимаю, это мой ангел, он мне подскажет, чтобы мне наследовать и благословение, и благословенные дни. Я так думаю, что такая сила, данная человеческому слову, является для нас прообразом силы Божьего слова. Если слово имеет такую силу, то Божье, друзья, конечно, потому что словом Божьим сотворены небеса. Слово Божье, Ишуа говорит, оно освящает нас, оно очищает нас, оно несет жизнь, оно является, Давид говорит, оно является светом моей стезе. Вот. Оно, короче, оно, если мы его скрываем, не скрываем, а если мы его храним в сердце, то есть мы его знаем и храним в сердце, написано, что оно дает возможность не грешить. Давид говорит, слово твое сокрыл в сердце моем, чтобы мне не грешить. И самое главное, слово Божье, оно стало плотью и обитало среди нас полной благодати, и оно принесло нам жизнь, оно принесло нам спасение. И этому слову имя какое? Слово, Ишуа, который есть в Машиях Израиля, да, царь Израиля, и спаситель, наш спаситель, и спаситель всего мира. Аминь. Воздадим ему славу, друзья. Потому что слава, она Ишуа. Слово, вы знаете, Писание учит, что исполнение Божьего слова, оно, это очень практично. Вот смотрите. А вот на кого я презрю. Это Исаия 66, 2. То есть, обращу свой взор, внимательно рассмотрю, вникну во все дела, в ситуации, посмотрю, что такое, о чем молятся, и отвечу. Вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Смирение, сокрушение, трепет перед словом. Это, вот хочешь отвеченных молитв? Смиренный, сокрушенный духом перед Богом, но не на слова. На деле, которые видны из жизни, да, трепещущего пред словом, то есть, любите меня, Ишо говорил, исполняйте заповеди мои. Исполняйте заповеди мои. Они не тяжкие. Они, они, Давид говорит, заповеди твои, они, сейчас, как он говорил, по-моему, песнями были. Он, он, как говорит, когда я смотрю на заповеди, меня радость наполняет. Я не говорю там, о, мне этого нельзя, того нельзя. Да нет, мне все можно. Кроме чего? Кроме греха. Верующему, оказывается, все возможно, все можно, кроме греха. Согласны или нет? А то, что-то никто не говорит. Аминь, аминь, да? Хорошо, значит, идем дальше тогда, если согласны, если мы все вместе, идем дальше. Вопрос. Если знать Писание и исполнять его так важно для нашей жизни, почему так много христиан формально относятся к изучению Писания, почему я слышу достаточно часто, я слышу, ну, это не мое, вот, ну, вот Писание там, там есть учителя, вот я лучше пойду к Виктору, вау, как мне нравится Виктор, я слышал много раз, он так объяснит все там и так далее. А самому? А самому? Тем более, опять же, программа My Bible, там десятки комментаторов, люди, история, вернее, скажем так, лучшие комментаторы, да, которые рассматривали всю Библию за историю церкви, они там есть, можно посоветоваться с 20-30 людьми, которые знают, вообще они из другого мира, там возьмите того же Баркли, когда его читаешь, ты понимаешь, что этот человек вообще другого образования, я получил советское, оно неплохое, а он получил европейское, понимаете, там вообще-то, и ты читаешь, ты понимаешь глыба, поэзия, писатели, да, история, он все это знает, он это все, и плюс знание Господа, его сердце, знание Писания и так далее, вообще, ну, там много, много такого. Ну, много людей довольствуются шаббатними проповедями, то есть, условно говоря, другими откровениями, я прав или не прав, бывает такое или нет, вы встречались или нет, или все у нас, ну, вот, Виктор говорит, что бывает, он учитель, уважаемый учитель, он говорит, что бывает, даже если вот вы не говорите, он говорит, бывает, я с ним согласен, почему, я слышал, я часто, мне приходится, ну, не то, что часто, иногда, как служителю, мне приходится участвовать в рассмотрении ситуации в жизни людей, да, и я вижу, что эти ситуации приходят по одной причине, в отсутствии кротости, смирения перед Богом, да, и в том, что люди не трепещут перед словом, люди просто не трепещут, нет страха Божьего, понимаете, или нет желания вникать в себя, вникать в учение, сравнивать Писание с собой, Ешоа с собой, сравнивают с соседом, да, с соседом вообще пьяница и бийца, вот, конечно, я лучше, да, а если с Ешоа, там другая ситуация, а ведь Писание нас к этому, говорит, смотря на этот же образ, преобразовываться в него, да, приобретать те же чувствования, то же мышление, да, тот же характер, Бог этого страстно желает, он любит Сына, он любит нас, и он хочет нас благословлять, и мы видим, что он хочет благословить, и он научил нас, он говорит, ну, хочешь быть благословенным, вот так, вот так поступай, на автомате придет, ну, почти на автомате, может быть, я утрирую немножко, да, у меня еще, как бы, ну, скажем так, вот в моей, в моей жизни, как бы, тоже есть интересные, такие ситуации, когда Бог дает мне людей, это раз в несколько лет, в мою жизнь приходят люди, они приходят ниоткуда, я не знаю, как я с ними пересекаюсь, да, вот, ну, совершенно случайно пересекаюсь, с кем-то там по бизнесу, с кем-то там, просто через каких-то третьих знакомых, но вдруг ты начинаешь как-то общаться, 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 и ты понимаешь, что в жизни человека огромнейшая проблема, при том такая проблема, понимаете, просто неподъемная, она, ну, как вот, как пирамида Хеопса, да, и в ней ходы такие же там, внутри такие же, как в пирамиде, там никто в них не может разобраться, да, постоянно находятся, и я понимаю, что Бог хочет, чтобы я с этим человеком имел общение, и я иногда имею общение, вы понимаете, если такие проблемы, они же пришли не за один месяц, они же где-то накапливались, они как-то генерировались жизнью человека, да, вот, и я понимаю, что, но надо долго, да, и, как правило, это год, два, поэтому, если кто-то попал по своему характеру, да, по нежеланию изучать Писание, попал в такую проблему, вообще невозможную, да, то, поверьте, это, для этого нужно время, всегда, есть путь реабилитации, путь шувы, вот, значит, особенно, если сложная ситуация, он длительный, есть путь реабилитации, вот, недавно тоже в мою жизнь пришел тоже такой человек, и если он захочет идти дальше, мы несколько месяцев уже имеем общение, я не говорю, кто это, мужчина, женщина, постараюсь не выдать, его вы не знаете все равно, вот, если он услышит меня, я бы хотел, чтобы услышал, вы поймете почему, вот, я не говорю, кто это, поэтому его никто никогда не узнает, у этого человека, ему до сорока, немножко до сорока, у этого человека, ну, какой-то такой жизненный крах, прекрасно одарен, может, может зарабатывать большие деньги своим талантом, да, прекрасно одарен, красив, но сейчас он не может использовать ни свой талант, вот, ну, красоту, понятно, может, только, вы сами же понимаете, не лучший вариант, вот, значит, семья разрушена, развод верующий, были служителями, и человек просто, ну, он в очень тяжелом состоянии, не то, что там прямо, ну, в тяжелом состоянии, в тяжелом состоянии, и, вот, общаешься, 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 то есть, я всегда, знаете, я не тот человек, который, скажем так, научает, то есть, я не говорю, ну, ты понимаешь, я 20 лет в Боге, я там был руководителем, ну, действительно был руководителем, через меня прошли там сотни судеб, ну, я скажу, что этот опыт, он играет мало роли, да, вот тот опыт я имею в виду, вот, и даже то, что я в Боге 20 лет, я тоже всего не знаю, я, как правило, я просто иду рядом с человеком, да, я слушаю его, да, вот, и, ну, потом я расскажу, я не буду все рассказывать, я просто, мы же сейчас говорим о Слове Божьем, исполняем и не исполняем, если исполняем, что получается, я вам говорил, да, благословение, вот, а если не исполняем, вот, вот приходят некие вещи, и я пытаюсь вникнуть в этого человека, в жизнь, в судьбу этого человека, и услышать, да, и я потом, вот, в конце концов, я пишу этому человеку, я говорю, ты понимаешь, ты служитель, твой муж служитель, муж, ну, не очень хороший человек, мягко говоря, ой, я уже выдал, все, понял, ну, ладно, все равно не узнаете, значит, он тоже служитель, вот, ведет себя неправильно, Бог разберется с ним, он где, он где-то уже, так, ну, почему я вот, когда тебя слушаю, почему я не слушаю, я не, я даже вот задаю себе вопрос, а вообще, ты верующая? И человек мне отвечает, я вот некоторые слова приведу, и человек мне отвечает, это сугубо личная территория, по Писанию? Нет. Я не делюсь откровениями, по Писанию? Нет. Я не доверяю эту сферу никому, ну, имеется в виду, кроме Бога, тоже не по Писанию, друзья, нет такого, чтобы ты, ты там свою, даже своего внутреннего человека, ты хранил настолько, чтобы не открывать своим братьям, сестрам, ты что, совершенен настолько, что ты уверен в себе? Ну, если уверен, ты уже упал, так Писание говорит, да? Если ты думаешь, что стоишь, значит, ты уже упал. Удар в эту область недопустим, ну, то есть, мой вопрос, он просто недопустим. Как? Почему недопустим? Любую критику в этот адрес не воспринимает. эту сферу я скрываю на 10 замков. О! Друзья, вы знаете того, кто может замки открывать? Знаете, да? Не просто открывать, он говорит, да я их разрушу, эти замки. Понимаете? Друзья, и я понимаю, откуда растут многие проблемы, понимаете? Люди думают, люди думают, что они правильно строят свою жизнь, что если они служители, они правильно начали семью, вот они, ну, имеется в виду в чистоте, соблюдают свою святость. Они такие, я верю, что они соблюдают свою святость. Друзья, ну, этого-то недостаточно для нашего Господа, понимаете? Что вы там храните себя от блуда и так далее? Есть же еще некие вещи, понимаете? Вот. Я потом продолжу эту тему, если можно, немножко раньше, потому что я верю, то есть немножко позже, я верю, знаете, вот тот опыт, который я имел общение с некоторыми, ну, у меня их не так много там было, этих людей, да? Но тем не менее, были и ни один, и ни два, и ни три, вот. И я что-то видел в их жизни, да? И тоже я видел, как Бог действует в жизни. Я скажу немножко позже, а сейчас я начинаю проповедовать. Итак, читаем 15-й псалом, о чем мы, о межах, да? О межах мы будем сегодня проповедовать, у меня еще есть время. Слава Господу. И, кстати, я подготовил проповедь, я спросил у Оли, у супруги, кто не знает, желая проверить себя, о чем она хотела услышать в проповеди. Она сказала, вот ее слова тоже я записал, да? О том, что время изменилось, и прежнего уже не будет, что это последнее время, и надо нам с этим смириться, ну то, что время уже не будет такого, как было раньше, да? И изменять свои сердца, потому что Господь что? Близко. Он очень близко. Я говорю, ты понимаешь, Оля? Я говорю, я об этом как раз буду говорить. Понимаешь? Я как раз буду об этом говорить. О том, чтобы Бог, Он что сделал наши сердца? мягкими, чтобы Он из Миши были мягкими, чтобы Он как гончар, Он мог Господь ислепить из нашего сердца то сердце, которое Он хочет видеть. Для чего? Друзья, Он любит нас, Он хочет нас благословить. Друзья, Он хочет быть... Написано, это Бог, Он сказал свои слова, я больше люблю миловать, чем наказывать. Это в Его сердце, это в Его характере. Он не любит. Если мы вынуждаем, то есть определенный путь. Он что делает? Говорит, обличает, наказывает, а потом что? Бьет. Друзья, если вы думаете, что я не проходил все эти стадии, то вы ошибаетесь. Если вы скажете, Сергей, ну ты же служитель. Друзья, а Богу все равно. Служитель я, не служитель. Если я не в правильной позиции, он разберется с каждым из нас. Поэтому я, если я здесь проповедую вам, да, об этом, то не с высоты такого, слушайте меня, сейчас я вам расскажу, а с того, я там был. Я не хочу, чтобы люди туда тоже попадали. Я не грешил такими грехами, знаете, за которые, ну, как бы, они просто так описаны. У меня был грех, который даже не описан. Понимаете? Вот. Он просто, вот из тех, которые там, и другое, да, и так далее. Оно не самое, вроде бы, страшное, но Богу это так не понравилось. Он так разобрался со мной, друзья. Помилуй нас Бог. Итак, читаем 15-й Псалом. Он маленький, но в нем огромнейшая суть. В нем омеже. Храни меня, Божий, бы я на тебя уповаю. Я сказал Господу, ты Господь мой, благо мои тебе не нужны. В одном еврейском переводе нет у меня иного блага, как только к тебя. К святым, которые на земле, к дивным твоим, к ним все желание мое. Это то, что я сегодня говорил. Пусть умножается скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний и не упомяну их имен даже устами моими. Господь, я сейчас в наследии моего и чаши моей. Ты держи жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое прекрасно для меня, приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собой Господа, ибо на десну и меня не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полната радости, пред лицом твоим блаженства в деснице твоего век. Аминь? Аминь. Друзья, этот псалом, он относится к числу золотых. Там у него есть такая надпись, которая приводится в том числе как золотой псалом. Значит, очень важный. Очень важный. Еще он относится к мессианским псалмам. Потому что здесь говорится о том, что Давид, он говорит, я не увижу, я знаю, что я не увижу тление. Ты, как он говорит так, не увижу тление. Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Здесь говорится, обе шо, да, ну, и тоже Давид и о себе говорит. В этом псалме, в этом псалме, Давид, по мнению некоторых исследователей Писания, спасаясь от царя Саула, временно находился на филипстимской территории, у царя Анхуса в Секелаге. И я согласен с этой точкой зрения, потому что, ну, мы видим некую отстраненность, да, к дивным твоим, да, межи, вот, потому что я понимаю, что на самом деле, реально, Давид говорил о межах земли обетованной, да, к которой он стремился, он же филипстимов, да, она ему была так дорога, вот эти межи, эти поля, эти отцовские поля, да, это земля, значит, обетованная, она так трогала его, да, что он говорит, что это прекрасная земля, межи мои, да, они пришли, ну, мы будем говорить, что такое межи, да, значит, ну, они прошли по прекраснейшей, по прекраснейшей земле, но я буду сейчас, знаете, да, и когда он говорит о наследстве, то он вполне имеет конкретные вещи, вот, и земля, и Божий народ, и славная история Божьего народа, полная славы Божьей, и сам Бог, как мы видим из контекста, да, это все его наследие, и сейчас я хочу говорить то, что я увидел, значит, в этих нескольких словах из 15-го псалма, и в этом мне поможет старая еврейская традиция, позволяющая любой отрывок Писания рассматривать с четырех точек зрения, вот, ну, здесь Виктор это точно знаю, да, ну, и те, кто ходит к нему на Тору, друзья, сразу ходите на Тору, вы тоже будете эти вещи знать, четверг, восемнадцать, четверг, восемнадцать, тридцать, здесь у нас в общине, значит, значит, любой отрывок Писания можно рассматривать с четырех точек зрения, пэсхат, буквальное и практическое значение, рэмоц, предполагаемое значение, деруш, или деруш, значение выведено после длительных и тщательных исследований, и сот, аллегорическое или скрытое значение, притом, знаете, для людей, знаете, что важно, если для нас, как бы, верующих вешу, больше важно первое, это пэсхат, да, буквальное значение, а что, хоть, хоть, хотел сказать, или там, деруш, может быть, выведено после длительных, тщательных исследований, то для, как бы, еврейской традиции, для еврейской души, больше было важно вот это сот, это, значит, аллегорическое или скрытое, да, вот, и я буду тоже говорить именно в сот, только не аллегорическое, а как бы скрытое, то, что, вот я прочитал, и я увидел, почему я увидел, ну, не знаю, да, вот почему, но я увидел именно это писание, я увидел так, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня, я понял, что прекрасные места, это больше о нашем внутреннем человеке, а межи, это как бы наполнение нашего внутреннего человека, вот представляете, вы летите на самолете, я думаю, это лучший пример, или там с высоты птичьего полета хозяйствовать, но мы не летаем, как птица, а на самолете точно летаем, вот мы садимся, приближаемся к какому-то городу, по сельской местности, и там, особенно весной, насколько красиво все, там черная земля, там, которая выорана, зеленая, желтая, там уже где-то что-то начинает сходить, вот, значит, как прекрасно, как оно красиво, поле больше, поле меньше, а там песок, а там овраг, вот, а там, значит, там что-то такое вообще непонятно, что, вот, короче, все есть, да, вот, так вот, я хочу сказать, что я увидел, что межи нашей души, они могут тоже, также отражать, вот, вот, как, вот, вот этот, поля, да, как они отражают некое разделение и некие качественные характеристики, если можно так сказать, полей, да, вот, а межи, это то, чтобы это было еще понятней, вот, посмотрите, Галатам 22, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, это поля, понимаете, о чем я, да, это поля, так вот, межи Давида, они прошли по прекрасным местам, откуда мы это знаем? Друзья, Бог сказал, Псалом 16,3, ты испытал сердце мое, Давида, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел, от мыслей моих не уступают, не отступают уста мои, и здесь может быть задан вопрос, может быть задан вопрос, так это он, как бы Давида, а я причем, это же Давида касается, так вот, Псалом 10,4,6, Господь во святом храме своем, престол его на небесах, очи его, что? Зрят, зрят, вежды, то есть такие устремленные глаза, четко в каком-то направлении, вот на тебя, на тебя, на тебя, на меня, вот, вежды его испытывают сынов человеческих и дочерей, Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего, насилие ненавидит душа его, дождем прольет он на нечестивых, ну то есть нечестивый имеется ввиду поступающие, беззаконно, не по заповедям, горячие угли, огонь, серый, палящий ветер, это доля их из чаши, как-то не очень мне нравится такое, ну имеется ввиду Бог, ну Бог он испытывает, друзья, я об этом, Бог он испытывает нас, понимаете, он смотрит на нас, у Давида, он подтвердил, у Давида, межи прошли по прекрасным местам, но мне могут сказать, ну да, а Версавия, не помодрствовал Давид, и что, его одно из прекрасных полей, оно что, оно стало новиной, новина, это такая целина, знаете, такая твердая земля, Бог туда говорил, оно, слова его отскакивали, да, вот, и он согрешил, ну в чем, вот, красота характера Давида, пришел, ну условно говоря, брат нашим современным языком, обличил, и он сказал, это Бог, Боже, каюсь, Боже, как это я мог допустить, каюсь, вот, друзья, какое сердце у нас, какое сердце у нас должно быть, понимаете, не то, что мы там не согрешаем, Писание говорит, все мы много согрешаем, ну, не к смерти, я имею в виду, не к тем грехам, да, которые обдумываются, потом идет человек, ну, по разным, словам, поступкам, там, всяким, там, действием, бездействием, ленью, мы согрешаем, вот, но если мы каемся, если когда нас обличают, вот, то, конечно же, земля, она становится, она вновь становится, ну, и мы принимаем это, она вновь становится способной принимать Божье Слово, да, изменяться, а если мы на 10 замков закрываем, если мы говорим, нет, никто, только Бог, так Бог говорит, так я же тебе послал, вот, служителя, он с тобой говорит, он тебе рассказывает, он, в конце концов, очень, ну, просто, знаете, я же не наехал, я нежно говорил, значит, я говорю, он же с тобой вот так, тогда что? Друзья, друзья, тогда, тогда горящие угли, понимаете, тогда горящие угли, если, если человек не хочет, если, если человек поступает, беззаконно, да, вот, если не по Писанию, то есть не по Писанию, это называется беззаконие, ну, у Якова, по-моему, это, да, вот, Писание учит, Писание учит, что, мне же могут быть, не только хорошие, ну, и плохие, если уже пример галатам, да, дела плоти, 19, 5, 19, 21, дела плоти известны, а не суть, пребуде, пияния, блуд, ну, так это же не нам, не чистота, порочность, аморальность, надо поразмышлять, не потребство, распущенность, в чем распущенность, надо размышлять, идолослужение, волшебство, да, это точно не мы, а может быть, то, что ты там не считаешь идолом, оно идол, а? А может быть, ты молишься так, что, а же это, оккультисты говорят, да это наш язык, это же наше все, вражда, ссоры, ну, ссоры, это не ссоры, раздор, споры, любоприятие, ссоры, да, зависть, гнев, гнев, это страстное негодование, это когда к словам мы прилагаем еще и эмоции, да, вот, распри, интриги, что, у нас не бывает такого? Бывает, разногласия, расколы, разделения, соблазны, ере, ненависть, убийство, пьянство, слава Богу, редко сталкиваться, бесчинство, это праздный образ жизни, нежелание трудиться, и жизнь за чужой счет, не по Писанию, что такого не бывает? Бывает, друзья, это тоже меж, меж, понимаете, и нам надо, знаете, ну, Писание, оно учит нас, вникая в себя, и куда? И в учение, то есть мы смотрим, вот сейчас мы вникаем в учение, да, это время такое, потому что Писание говорит, всему свое время, вот, мы в конце будем молиться, да, вот, значит, уже можно вникать и в себя, уже можно смотреть свои нежи, да, я верю, что Господь, Он напоминает нам, Бог, Он не хочет, знаете, чтобы мы допустили такого, чтобы там закрывали свои сердца на 10, на 10 этих запоров, понимаете, Он хочет, чтобы, Он хочет достучаться до нас, просто еще пока говорит, самое лучшее, Он говорит, а мы что, слышим, услышали, да, и начинаем действовать, становимся на путь, чу-вы, и действуем. Путь чу-вы, помните? Это не просто каюсь, каюсь, отрекаюсь, этим духом наполняюсь, Господи, прости, я побежал. Немножко не так. Друзья, путь чу-вы, это путь, это путь покаяния, чу-ва, покаяния, знание, осознание, отвращение, решение, да, больше так не делать, исповедание, и дальше что? Действие, вот путь, поэтому вот этот путь, это то, что нам необходимо совершать при каждом грехе, который мы делаем. Таким образом, друзья, как я говорил, нам надо постоянно совершать обход наших духовных мер и вникать в себя, потому что они же невидимы, мы можем только косвенно судить, да, как судить, не судить, имеется в виду, а видеть что-то, да, вот по жизни, по жизни человека, или вот находясь в глубоком общении, да, находясь в глубоком общении с человеком, да, мы можем ну, понять, да, в чем причина, вот, и лучше, Писание говорит, что лучше, если вы сами будете судить себя, согласны? Потому что это самый легкий суд, потому что мы такие милостивые, вот, да, но все-таки суд должен быть над самими собой. Причинами, по моему мнению, вот этих дел, которые, ну, называются делами плоти, там, они на этом перечне, на самом деле, не заканчиваются, просто у меня уже времени не так много, там вот в конце, когда дела плоти пересекаются, там еще такое слово, я впервые его увидел, ну, это честно вам говорю, там написано и тому подобное, вы видели, что там, что не только вот тогда, что этим перечнем заканчивается, там написано и тому подобное, то есть вот духовная лень, например, о которой наш пастор говорил, Олег Станиславович, прошлое служение, я верю, что это тоже тому подобное, понимаете, эгоизм тому подобное, ну, что-то вот, то есть на самом деле тому подобного достаточно много и в Писание надо смотреть, в Писание надо вникать, чтобы вот это вот я не делаю, а тому подобное делаю, но оно же не определено, так оно в других местах определено, вот почему Писание надо знать, потому что если ты не знаешь и не выполняешь, это, условно говоря, твои проблемы, ты просто не захотел вникнуть в учение, а просто потом, когда приходит вот этот вот просто, вот, как сказать, вот эта вот непреодолимая проблема, да, ну, кажется, что неопределимая проблема, да, вот тогда уже приходится вникать, я когда попал в эту ситуацию, я вникал, я честно скажу, я вникал, разбирался в этой ситуации, она была непростая, она относилась и тому подобное, и мне надо было понять, что же это, чему оно подобно, нехорошее дело, как нехорошее, имея в виду, увлекся там, просто там, условно говоря, политикой, понимаете, и Богу так это не понравилось, то есть я осуетился, другими словами, вот так вот, да, просто через политику, скажем так, я осуетился, и пришли такие суды, что я никому не пожелаю, поэтому, когда мы ходим по своим полям, и нам надо смотреть, так, вот зеленое, хорошо, вот большое поле, это что, это радость, да, это что, это праведность, хорошее поле, а вот это вот как бы, ну я условно говорю, понимаете, условно, просто чтобы, говорится, нет времени глубоко рассуждать, а вот это что такое, такое маленькое, такое, какое-то чахлое там что-то, а так это смирение, боже мой, это же надо мне теперь поработать здесь, надо перепахать, посадить по-новому, да, божье слово, в это свое смирение, да, значит, это, я, ну, понимаете, принцип сам, да, нам надо вот эти вот межи свои смотреть, где они, не пересекаются ли они с мирскими межами, вот, межи, ну, понимаете, я просто, опять же, я уже стараюсь, чтобы мы вошли как-то хоть в график, причинами, по моему дел, так, не знаю, причинами, по моему мнению, дел плоти кроется в незнании Бога, непонимании его характера, его сердца, того, что он ценит, что ходит видеть нас, Псалом 49, грешник уже Бог говорит, что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твои, это верующим он говорит, чувствуете, да, проповедующим, да, а сам ненавидишь наставление мои, слова мои, брошаешь за себя, когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеем сообщаешься, уста свой открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство, сидишь и смотришь на брата твоего, и на сына матери твоей клевещешь, это ты делал, я молчал, ты думал, я такой, ты думал, что я не замечаю, ты думал, что я такой же, как и ты, ты не знаешь меня просто, изобличу тебя, представили перед глаза твои грехи твои, уразумейте это забывающий Бога, дабы я не восхитил, и не будет вас избавляющим. Меня спросят, Сергей, ты же обещал о последнем времени говорить, да, друзья, я вот все время говорю о последнем времени, потому что на самом деле, я вот за это время там пытался, много времени было, я много проповедей послушал, значит, и в том числе там некоторые про последнее время, и там рассуждает про, когда восхищена будет церковь, в начале, в середине, в конце, там, что бы означает каждый рог у этого зверя, ну и шо, разве об этом он говорил, когда он говорил о последнем времени? Он говорил, бодрствуйте, бодрствуйте, он говорил, потому что придут вас обольщать, если мы не пройдем по своему внутреннему человеку, если мы не справим свои сердца, если мы не приготовим путь к Господу, друзья, что будет? Вы понимаете, да, я уже вам об этом говорил, поэтому нам необходимо задавать вопросы последнего времени, не какой там зверь, или что там это обозначает, то, все, какое будет начертание, такое, такое, как-то помню, драгоценный брат Дмитрий Юткевич, которого очень люблю и уважаю, я ему как-то, вот так вот, знаете, с захватом ему говорил, там, о последнем времени, он на меня смотрел, смотрел, Сергей, а тебе какая разница, какой будет зверь, ну разберешься ты, ну во-первых, ты не разберешься, начнем с этого, никто не разберется, никто не знает, все только предполагают, да, ну разберешься, вот ты смотришь вместо того, чтобы сюда, в Писание, да, ты смотришь куда? Там, на зверя, условно говоря, тоже вроде бы в Писании, но не на себя, да, вот, тебе что-то даст, если ты глубоко разберешься, там, будешь вот копаться, там, и так далее, вот, но межи твои зарастут, понимаете, можно и Писанием осуетиться, вот, ну в таком вот подходе, понимаете, можно во что-то увлечься, вот как я там, условно говоря, политика, а можно увлечься там, рогами зверей, а не сердцем своим, а Господь говорит, сердце, вникая в себя, вникая в учение, исправляйте сердца, мы бодрствуем, как нам заповедовал Ишу, мы освящаемся еще, вот вопросы последнего времени, то у Давида, Давид, он нашел, как говорится, свои ответы на то, чтобы это всегда, чтобы он всегда и бодрствовал, чтобы он всегда получал Божьи ответы, да, чтобы в его жизни происходили Божьи чудеса и так далее, почему, потому что, я просто перестал немножко, потому что он сказал в этом же псалме, Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой, то есть в еврейском периоде, оно звучит так, ну в одном из еврейских, Господь доля или наследие мое, и чаша или участь моя, ты спаспосшествуешь судьбе, он говорит, я сделал выбор, он говорит, я не знаю, как вы, что вы рассматриваете, а я избрал Господа, и когда мы, почему нам важно псалмы, друзья, потому что они учат нас избирать, Давид он избрал, он шел за ним, он искал его, говорит, предваряю рассвету, предваряю, ну все, рассвет начинается, я начинаю читать слово, князья сговариваются против меня, а я что делаю? А я углубляюсь в слово твое, понимаете? Он там искал, постоянно, поэтому он мог, в этом же псалме написано, всегда я видел Господа, не раз в жизни, в каждой ситуации, мы знаем историю, мы читаем там царство, параполиминоны, мы видим, он всегда видел Господа, и он одеснул его, то есть он сражается за меня с правой стороны, он указывал ему путь жизни, он в конце концов, он дошел даже, он увидел даже, прозрел мессианское будущее, он увидел, он увидел Мессию, в глубине, в своем понимании, в познании Бога, он говорит, ты не оставишь души моей в аде, моя плоть, она не увидит тления, он не боялся времен, друзья, ему все равно было какое время, последнее, не последнее, он не боялся, я прошу играющих, как бы тоже выйти сейчас, будем вместе, мы будем, друзья, сейчас молиться, пока можно немножко музыку, мы будем молиться, друзья, и вот если возвратиться к моим, к тем людям, которым давал мне, давал мне Бог по жизни, с которым я проходил определенный путь, и я, можно сказать, тратил, нет, я не тратил, я понимал, мне нравилось посвящать это время, иногда на человека, сотни часов общения, мне нравилось, почему, потому что ситуации, я видел ситуации неразрешимые, друзья, я видел ситуации, которые я просто не понимал, вообще, какой мой там опыт, понимаете, я даже читал песна, я вообще не понимал, там такие узлы, вот, невозможно, я как-то вам рассказывал, один человек, он приходил в общину, он неверующий, он у него в эту общину, я был в предыдущем общину, и он полгода, он приходил, вот, как на эти, на молитвенные, да, он ложился на пол, раскидывал руки, и лицом вниз он лежал, час, два лежал, уходил, каждую неделю, все полгода, только потом он немножечко отошел, и как-то начал с нами, вы представляете уровень проблемы, там действительно проблема была на всех уровнях, семья, личные там какие-то негоразды внутри, бизнес там наворочено, там все, там, это был, это был просто тихий ужас, и мы с ним прошли, мы с ним два, два с половиной года шли, друзья, и какая Божья слава, когда все развязало, друзья, я так люблю эту Божью славу, в ваших жизнях, в жизнях моих братьев и сестер, я наслаждаюсь этим, я наслаждаюсь этим, нет ничего, друзья, к этому нельзя привыкнуть, можно привыкнуть к восходу солнца, к огромному количеству звезд, к этому можно привыкнуть, но к Божьей славе в жизнях людей, это невозможно привыкнуть, друзья, и я хочу сказать Богу, я готов пройти с людьми и попроще, и два, и три, ради одного, чтобы увидеть его славу, если человек брался, понимаете, если я с ним проходил, друзья, ни разу я не видел, чтобы у Бога не получилось, ни разу, такие ситуации, я никогда не учил людей, почему, что я могу научить, друзья, что я могу научить, если там Папа Римский не разберется, друзья, там доктор теологии, я не знаю, пастор не разберется, и там действительно не брались некоторые случаи, да, или когда раковые больные, или когда, ну вообще, просто невозможно, но каждый раз, если ты говоришь, брат, сестра, ну у меня женщины были, мужчины, знаешь, я не знаю, давай, знаешь, я тебя послушаю, давай я пройду с тобой, давай, давай мы помолимся, давай мы просто помолимся, и Бог каждый раз, да, это не сразу, да, это не быстро, друзья, самое главное, я хочу сказать, если вдруг, человек услышит, вот, о которой говорил женщина, если она услышит мою проповедь, я не хочу, чтобы Бог приходил сбивать засовы с сердца, эти 10 замков, их надо открыть, для Бога, их надо открыть, для братьев и сестер, для обличения, для научения, да, для писания, надо впустить Божье Слово, в свою жизнь, потому что там твердыни, а Бог говорит, а вот я на эти твердыни, мое слово, Он сказал, оно как огонь, оно как молот, разбивающий скалу, друзья, это тоже можно ощутить на своей жизни, не стоит, не стоит, вы знаете, я приглашаю сейчас помолиться, я хочу, приглашаю вас, я приглашаю тех, кто, может быть, нас слушает, я не знаю, сейчас идет, идет эфир, кто слушает нас, для Бога, друзья, я убедился в одном, для Бога нету ничего, то, что Он не решает, если вы не лежали полгода перед Богом на грязном полу, полгода, лицом вниз, и не вытирали потом свое лицо от грязи, ну, не грязь, там пыль имеется в виду, то ваша проблема для Него просто, самое главное, чтобы сердца наши, сердца наши были мягкими, чтобы слово, оно упало на почву, чтобы наши жизни менялись, Боже, чтобы мы видели славу в жизнях друг друга, это важно, это нужно, в этом слава Божья, самая великая слава, когда человек был мертв, и что? Он жив, когда семья была, вообще распалась там, или это, я знаю семью, вы знаете, в общине, 8 лет, они ненавидели друг друга, но сделали сердца свои мягкими, и что? И они любят друг друга, они любят друг друга, а они ненавидели, все 8 лет, да? Поэтому, если у вас не прошло 8 лет, не все потеряно, даже 9 и 10, не все потеряно, главное, друзья, давайте, помогите нам войти вот в это, просить Бога, чтобы произошло в нашей жизни главное, чтобы наши сердца, они сделались мягкими для его воздействия, чтобы мы смогли увидеть межи наши, по каким местам они проходят, чтобы мы могли рассмотреть, что растет на наших вот этих полях, которые есть наш внутренний человек, или наше сердце, чтобы мы откликнулись, чтобы мы, как Давид, сказали, Боже, я понял, и он сокрушил свое сердце, и когда там человек, помните, шел, когда он скрывался от сына, там человек шел, и позорил его, и ему сказали, да мы пойдем сейчас убьем, говорит, не надо, пусть Бог увидит мою сокрушенность, моего сердца, может быть, он смилуется над мной, друзья, Бог смилуется, когда мы с женой были, условно говоря, ну вы понимаете, были тяжелые ситуации, да, вот когда мы болели, возраст, сотрудница какая-то немыслимая совершенно, ты уже должен быть в больнице, друзья, было только одно имя, в котором мы спасались, мы кричали, мы говорили, вместе с вами, вот вместе с тобой, Влад, да, с тобой, Ванесса, друзья, вы нам так послужили, так послужили, вы даже не представляете, как вы нам послужили, сколько силы пришло, даже ваши спины, они излучали нам помощь, и мы говорили, Ешо, мы говорили, Ешо, только этим именем можно спастись, только этим именем можно наполнять нашего внутреннего человека, только Он, Духом Своим, изменяет наши сердца, знаете, если вы понимаете, что может быть что-то в вашей жизни происходит, и вы не знаете, как с этим поступать, знаете, можете выйти сюда, если вы чувствуете, что что-то нужно менять, в себе, я не говорю, что вы там грешите, нет, нет, не об этом, весь вопрос сделать сердца наши мягкими, приготовить путь к Господу, сейчас будет идти песня, друзья, выходите, не стесняйтесь, это время, я с вами, поверьте, я там тоже все прошел, вместе с вами, мягким, способным слышать Тебя, принять Слово Твое, сделай сердце мое мягким, мягким, Боже, сделай сердце мое мягким, имя Твое, слащи медом, это то имя, которое выводит нас из темниц непонимания, греха, безнадеги, это то имя, которое справится с любой ситуацией в вашем жизни, это то имя, которому мы взываем, которому мы кричим, когда мы понимаем, что еще немного ты уйдешь, а так хочется жить, так хочется служить, так хочется видеть братьев и сестер, наслаждаться Домом Божьим, и только это имя, оно вытаскивает тебя из преисподней, оно дает ответы, и шоуя, и шоуя, и шоуя, как печать, на сердце, Боже, мы просим тебя об этом сегодня, это главное, это главное, что мы просим, чтобы наши сердца, они были мягкими и способными, Боже, принимать от тебя, когда ты говоришь, когда ты обличаешь, но не допускать, чтобы ты наказывал и пил, но уже если это пришло, то принимать даже это, для того, чтобы был прекрасный плод праведности, и шоуя, он хочет прийти в каждую жизнь, в каждую ситуацию, в каждое сердце, не жесточи своего сердца, брат, сестра, не жесточи своего сердца, пока еще время есть, пока до ныне, скоро, при дверях, суда начнет, Боже, Господь, нас, своей общины, сделала своего, сделала наши сердца мягкими, Боже, благослови моих братьев и сестер, благослови, Боже, моих братьев и сестер, познанием тебя, прилеплением к тебе и шоу, не устану повторять, следованием за тобой, наслаждением твоими заповедями, поиском лица твоего, присутствия твоего, пусть тебя будет больше в нашей жизни, в жизни каждого, в наших общинах, в наших служениях, в нашей общине, в наших служениях, Господь. Ешуа, прославься в жизни, мои братья и сестер, не устану повторять, пусть сила твоя будет, ты видишь каждое сердце, ты знаешь, кто принял решение, ты видишь, Боже, ты сердцеведец, ты видишь, приди, Боже, на сокрушенные сердца, кроткие, смиренные, те, кто приняли решение, иметь трепет, Боже, пред словом твоим, кто трепещет, будет трепетать пред словом твоим, измени жизни, измени обстоятельства, дай возможности, Боже, кого исцелить, исцели, восстанови семьи, кто злоречил, Боже, дай силы познать, изменить характер, изменить свой язык, Пусть новая, Боже, пусть новая придет, жизнь, Боже, мы их братьев и сестер драгоценны, я прошу тебя, Боже, Господь, мы просим тебя, Боже, пусть будет больше, 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 больше славы в твоей жизни, Субтитры создавал DimaTorzok